Приветствую вас, Екатерина. Знаете, я вот прочитал ваш вопрос, и я могу с уверенностью сказать несколько вещей. Первое. Это то, что вы не привыкли к ответственности. То есть вот вы пишите, что вы в семье были не обманут, что у вас есть родная сестра. Вот. Я не знаю, как складывались отношения в вашей семье, безусловно. Да, и знать я этого не могу, никак, при всём желании. Вот. Но я однозначно могу сказать, что нет, нет, у вас нет ответственности. То есть вы не ответственны за то, что делаете вы, вы не ответственны за себя, вы не отвечаете за то, что хотите вы. Почему? Так. Я думаю и считаю. Потому что вы говорите, что вы хотите пожить для себя. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо, что вы хотите пожить для себя. Вот. Это даже здорово, что вы хотите пожить для себя. Это правильно. Вам всего лишь 21 год. Но в таком случае, если вы хотели пожить для себя, то для чего, зачем вы, грубо говоря, вышли замуж тогда. Все, что вам нужно было сделать, это просто не выходить замуж. И всё, ну вы вышли. Немного странная, я бы сказал, позиция, если вы хотите пожить для себя. Понимаете? То есть есть некая непоследовательность в том, что вы пишете. Вот. Есть некая непоследовательность в этом. Понимаете? Вот. Потому что, ну, хочется вам пожить для себя, хорошо. Но в тот момент, когда вы вышли замуж, вы уже, по сути, лишили себя в одном месте жить для себя. Только по какой-то причине вы этого не понимали, не осознавали, может быть, не хотели понимать. Я не знаю. Вот. Но история здесь, она вот такая. Другой вопрос. Другой вопрос. Двадцать один год, вы выходите замуж. Случайно ли это, что вы двадцать один год выходите замуж? Ну, лично я думал, лично я думал, что нет. Лично я думал, что совсем не случайно вы вышли замуж. В двадцать один год. Пускай вы вышли замуж и по любви. Я верю вам. Я верю, верю вам в том, что вы по любви это сделали. Я правда верю. Но это мало что меняет на самом деле. Потому что, ну, можно было просто встречаться с мужчинами. Можно было. Можно было. Вы этого не сделали? Не сделали. Почему не сделали? Это не обвинение. Это вопрос. Почему не сделали? Если хотели пожить для себя. Дальше. Вас вылили с работу. Пишите вы. Казалось бы, мелочь. Но у меня возникло такое ощущение, что вы рады. У меня возникло ощущение, что вы рады тому, что вас уволили с работы. Вот. Я могу ошибаться. Конечно. Я не говорю, что я обязательно прав. Но если вы действительно были рады, что вас уволили с работы. Что может быть это, что что вам и было нужно. Что вам было нужно всего лишь освободиться. Вам нужна была свобода. Вот. Понимаете? То есть. Ещё раз. Чего вы хотите. Как вы хотите. То есть. Может вам первое. Но в первую очередь нужно обратить не надо. Дальше. Вы описываете ситуацию, когда насчёт вы забеременели. Кстати. А вот тоже вопрос. Да. Такой. Если вы не хотели ребёнка, то что вы сделали, чтобы ребёнок не появился? То есть. То есть. А использовали ли вы средства защиты? Если да, то соответственно. Как? И так далее. Вот. Значит. Вы говорите, что с вами пошли, значит, на аборт. Но муж ваш попросил вашу маму с вами поговорить. Вот скажите, вас не насторожил тот факт, что муж попросил маму с вами поговорить. Что-то не сам поговорил с вами, а маму. То есть получается, что человек не готов был принять вашу позицию. Не готов был принять то, что вы ему пытались донести, что к ребёнку вы не готовы. Как вы это восприняли? Опять же не... непонятно. Более вы пишите о том, что мама вас уговорила. Вот. И у вас даже проснулся материнский инстинкт. Что-то опять странность. Если вы не хотели ребёнка, а материнский инстинкт у вас внезапно проснулся, как вы говорите, что либо вы не уверены в себе человек, вот, такой достаточно, ну, внущаемый, либо здесь есть что-то ещё, о чём я не знал. Потому что ходили на УЗИ и т.п. и т.п., а непонятно, как муж во всём этом участвовал и участвовал ли он во всём этом. Ну вот. То есть тут тоже скорее больше вопросов, чем ответов. К сожалению. Дальше идём. После вас началась депрессия. Как вы говорите, значит, что опять как бы с новой силой всё это ударило по вам. Вот. То, что ребёнок будет и т.д., и т.д., и т.д. Смотрите. Значит. Основная ваша ошибка заключается в том, что вы по-прежнему не различаете своей ответственностью и ответственностью других людей. То есть что это у нас будет. А ребёнка хотели кто? Другие. Не вы. Ребёнка уговаривали оставить кто? Опять. Другие. Другие. Не вы. Значит. Пусть они за ребёнка и отвечают. Пусть они ребёнком и занимаются. Тогда. Если они так его хотели. Ну, на мой взгляд это вполне логично. Конечно. Будете легко. Но если вы не хотите что-то делать. Если вы не хотите кормить ребёнка грудью. То делать, я думаю, совершенно точно не стоит. Ну, потому что ребёнка тут чё, ребёнок чуть-чуть, вот когда для него делаются, например, что-то через силу. Допустим. Вот. И поэтому вам делать что-то через силу. Не рекомендуется. Вот прям. Крайне-крайне-крайне. Не рекомендуется. Хорошего не будет ни вам, ни другим. Вот. Ну и что у нас получается в сухом остатке? В сухом остатке у нас получается следующая история. Что если, если вы не хотите чего-то, то вам и не нужно этого делать. Позвольте людям, которые, например, окружают вас, взять ответственность за ребёнка. А вы как жили для себя, так и живите. Понимаете? Вот и всё. Но начинать, начинать делать это, я бы сказал, нужно уже сейчас. нужно выражать свои чувства. Уже сейчас вам нужно брать ответственность за свои чувства. Если вы этого не делаете по какой-либо причине, неважно по какой, то вы действительно никогда не будете жить для себя. И дело здесь, дело здесь, не в ребёнке, а в том, как вы себя преподносите. Вот и всё. Поэтому ребёнок вам не померкнул. Да, будет осуждающее мнение других людей. Безусловно. Но вы не должны его любить. Ребёнка, я имею в виду. Вы не должны любить ребёнка. Вы не должны уходить за ним. Гораздо будет, гораздо лучше для него будет и для нас, если это будут делать те, кто его действительно любят, те, кто действительно его хотели. Понимаете? Если так получилось, что это не вы, это так вышло, что это не вы. Ничего страшного. В этом нет ничего криминального. Это просто нужно признать. И отдать ответственность за это людям. Соответствующим людям. И всё. Понимаете? Это то, что вы можете сделать. Реально. Это то, что вы реально и действительно можете сделать. Освободите себя от ненужного вам груза ответственности. Совершенно ненужного вам груза ответственности. Вот. Освободите себя от этого. И вы увидите, как вам станет легче. Сразу же. И напротив. 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 Да? Если вы не будете разграничивать свою ответственность и ответственность других людей. что ничего хорошего не будет. И вам никто и ничто не поможет. Понимаете? Понимаете? Такое бывает. Ээээ. Такое случается. Что. Эээ. Кто-то из родителей. Да? Ну вот. Негативно относится к ребенку внутрь. Даже не негативно, а просто, ну, откровенность поведет. И с этим ничего не поделать. Это правда реальность. И вам эту реальность нужно принять. Если это то, что идет от сердца. Для этого, я полагаю, придется поработать с вашими личными границами. Вот. Я полагаю, что для этого придется поработать. Немножко. Но если вы хотите быть свободным. Если вы хотите быть счастливым. Да? Если вы хотите делать своего мужа счастливым. Вот. То. Эээ. На эту работу вы согласитесь. Потому что иначе. Эээ. Значит семья распадется. Вот. Вы можете не любить ребенка. Да? Но вы, я думаю, все-таки любите своего мужа. Вот. И я уверен, что вы хотели бы с ним. Ну. Быть вместе. Вот. Дальше. И. Чтобы это стало реальностью. Как и сказал мой коллега. Нужно. Высказывать. Эээ. Вашему мужу. Да? И всем. В принципе. Нужно высказывать. То, что вы чувствуете. Вот. То, как вы чувствуете. И так далее. Не боясь при этом осуждения. Вот. Потому что если вы высказываете то, что вы чувствуете. Если вы говорите о том, что вас волнует. И в ответ. А. В ответ. Вы. 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 Получаете осуждение. И негативно реагируете на осуждение. Это может быть. Главное. Это может говорить только о том, что вы в себе не уверены. в себе. И что вы. А. В ответ. У нас склонны. К тому. Чтобы. Себя обвинять. Вот. И. Это тоже неплохо. Это правда. Симптом. И в этом вам можно помочь. Будет. Прижав. ли. Если вы хотите. Понимаете. Просто. Вот. Вот. Честно. Себя. Спросите. Честно. Себя. Спросите. Честно. 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 Что будет лучше. Для вас. Для вас. Для мужа. Что будет лучше. Ориентируйтесь сперва на себя. Понятно, что аборт вы уже сделать не можете, допустим. Ну и ладно. Ну и ладно. А может быть, его не обязательно делать. Аборт. Может быть, можно и родить ребенка, и жить для себя. И будет все хорошо у вас. Понятно? Нужно четко только понимать, что вы хотите для себя. Что вам нужно. Четко понимать, что вам нужно. Чего вы желаете. Вот. И все. И вот это вот четкое понимание. Четкое понимание того, что вы хотите. Добавить вам все необходимое. Вот. Понятно? О чем идет речь? Я надеюсь. Других способов нет. Других способов просто не существует. Решение проблем. Я имею ввиду. Вот. И все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я думаю, что какие-то общие аспекты вы для себя получили. Вот. Я надеюсь, что получили. 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 Вот. Соответственно, разобраться с ситуацией более подробно. Безусловно, можно и нужно, если у вас будет желание. Вот. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.